как всегда хулиган как только кто-нибудь заходит закрывает дверь кайф выходит друзья на машине времени в 1908 году чуть-чуть не сломал друзья головой въехал в этот вот вы знаете если я сейчас ее сломал вся когда в жизни думал ну чтоб так как там кричат вивали франц ангар с привидениями а а а о гу 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 друзья вот это мы вот этому удачно зашли вот это вообще ах ты шьешь ты ж кошкин кот а что или такие одно дело друзья когда говорят что сейчас мы поедем фарман посмотрим но я-то знаю что такое настоящая такая летающая это жирка бедность расскажи что-нибудь 13 было до 13 числа прям испытывали специально нормальный полет кругом на высоте там 100 метров а это тот хороший день который когда погоду из франции привез до я старался первый раз я чувствую себя маленьким сколько лет его делали как-то с гедресом посчитывали от начала когда начал собирать материал там все в германию туда-сюда это где-то 15 лет по сегодняшний день то были такие перерывы был этот пожар там на несколько лет он сгорел что ли он не сгорел но там наверху было и тогда сгорела та самая передний руль высоты пропеллер а и крыло одно нижнее продифицирован видите друзья все как положено понятно что тогда не было такого и креслице вот это плетеная кросс красивенькая но это кресло по картинке я даже видел как эти тендеры делали бенос какой ты мелкий со своими двумя метрами по сравнению с этой штукой друзья ну так вот это даже осмотр тяжело сделать с учетом величины офигеть вот это ж надо же и вот эти детали металлические тоже так делали да ой друзья это просто праздник приедешь в эту магазин у нас а ну-ка не знаю там леруа мерлен у вас есть запчасти для форма на у вас как какого года форма на какого года аппарата 1908 8 о 10 году уже были чертежи немецком журнале вот 1908 года и первый самолет на котором были элероны сделан до того или коз был раньше этих элеронов не было и потому что они висят вот так они одностороннего действия а то есть они зависают от обратного троса вверх чтобы зависающие элероны до того это был форман 2 этот генри фарман он получил приз пятьдесят тысяч франков в эти времена то были огромные деньги но он с этим форман 2 он облетел одну милю но был такой конкурс учрежден то подняться и сесть на то же самое место облететь одну милю и он получил тогда 50 тысяч франков и он тогда завод сделал так вы повторили это но это так нужно нужно приз и завод тысяч можно было завод построить а сейчас можно audi купить поддерживаю вот именно форман делали он некрасивый что красивый фантастика я вам просто понравилось это как-то было давно в рок-клубе еще летали в себе вот была бы мечта над поневежисом над с форманом говорит там чуть-чуть пролететь недалеко от этого а после этого полета были какие-нибудь слухи о что это летает но когда вот военные наши сейчас это как его бендогас приехал говорит но когда я на земле увидел но говорит если бы я увидел в воздухе и приезжаю что-то так впечатляет и восторг а можно походить вот там ту сторону чуть поснимать мотор там обнюхать хоть по краям а в кресле можно будет посидеть конечно конечно ну потихоньку я просто у бедности все мастерскую разнес форман сломать будет рукой рукой так этой ногой понял игорь встань только на на край но я жикса он не совсем где хорошо там что то хрустит а мне она нравится уже полпутии прошел реально что нила май я все слышу о ку-ку-ку-ку-ку-ку-ка всякая нова немножко подниметит 1 а должны вот так вся когда в жизни думал ну чтоб так как там кричат вивали франц не позвонить спросить как правильно о друзья и на машине времени в 1908 году только ну как почему франты германии появились чертежи этот немецкий он купил один экземпляр привезли в германию и он сразу сделать дай бог тебе здоровья чтобы я мог посидеть форма не мне в музее такое конечно можно увидеть но вот так чтобы не сидеть я лечу ковыля я в обгле друзья ну посмотрите конечно не буду ой не буду врать что я лечу часто форма нету я сижу в нем хотя бы это уже мне кажется совершенно волшебное достижение это высоко сейчас я вам покажу как с кабины ветвиц кабины вот такая примерно высота над землей то есть высоко то есть это вот с этого уже так не спрыгнешь как с планера а а а нож еще и управляется друзья мне схема утка вылетать на утке достаточно сложно нужно она получается реагирует на если восходящий поток залазишь он пытается нос задрать то есть нужно быть очень хорошим пилотом чтобы управлять форма нам но все дело наживное глис шарик шарика повысит до пилота форма на когда-нибудь здесь зависающие лероны как вы видите мы про них уже говорили не поближе видны так что еще тут с высоты своего роста из органов управления у меня сектор газа все тоже вот достаточно оригинальное ну понятно что не оригинальное но похоже сделано то есть вот тут перемещается здесь наверно какой-нибудь не будем трогать кнопки что сейчас форма заведется и улетит приборы понятно что все-таки не тех времен сделано все логично и там температура тудым-сюдым очень мне нравится ручка управления вот это деревянная шикарно и вот одна тросиком видите вот прям как все просто сделано вот пожалуйста ручка два тросика и вот у нас стабилизатор а на элероны привод вот тросики элеронов они натянутся когда элероны видите тут все идет когда скорость пойдет вот эти тросики элеронов натягиваются и соответственно можно управлять элероном то есть такое интересное простое решение сделано друзья за что мне стыдно что сказать нечего то есть у меня все мысли вы улетучились я вот сижу в этом форма не его думаю на чё помещу такое умное сказать ну даже сказать нечего что это это просто потрясающе то есть у меня я преклоняюсь перед энтузиазмом людей которые смогли построить такую прекраснейшую штуку и она летает то есть это вот еще еще ладно вот для музея там я знаю что для музея по-моему задорожного построили копию и муромца только она не летающая это так типа статический экспонат то есть те кто построил бы летающую копию муромца не нашлось а тут нашлось нашлись люди которые построили вот такой замечательный форма на и он летает это мне кажется очень дорогого стоит потрясающе я как ребенок который сидит который вот дед деда мороз наверно дал самую вкусную конфету который только можно было то есть вытащил счастливый билет фарман регистрационный номер изготовлена в 2018 году 7 сентября производитель статьи с чипать город управление стабилизатором показал как педали работать и далее тоже вот смотрите за мной шевелятся руль и я только боюсь их сильно шевелить ну вот они чуть-чуть шевелятся как выглядят педали с воздуха вот так как выглядит бена спада бенос зайди под педали чтобы все поняли насколько ты маленький маленький мальчик мальчонка это причем мы стоим пока на земле еще как выезжает он из ангара и что ширины еле-еле но одна дверь открывается потом полностью он открывается вот этот верхний ригель он 12 метров еще висит на несколько так что там получается 11 а сколько с половиной еще еще и запасе когда это так остается с одного из другого по полметра одна из ярких историй друзья про то как когда строишь что-то и нужно вытащить они выходят у антонова описано как они делали свой первый планер для слета на горе и insert в крыму и когда начали грузи вот уже поезд уходит им нужно загружать они пытаются вынести они проходят ну и они там поднажали вынесли косяк двери и все-таки вытащили планер у меня же был случай когда я делал лебедку как раз для планиров а гидравлическую и когда мы и устроили я делал настолько маленькие зазоры чтобы по два сантиметра оставалось в воротах гаража для выезда ну и действительно мы смогли ее вытащить у меня был запасной вариант я уже придумал как я буду вместо колес делать такие каточки специальные чтобы вытащить лебедку но не понадобилось так выехала как как собачка который я покажу как это делаете кое-что изменено вот сзади где он колесико управляем там должно быть костыль такой ну и он был 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 но как два раза проехали и он настолько укоротился разворот на не сделала там надо уже тогда руками ну то вот сделали колесом управляется от этой самой вместе с отрое направление патрулей направление а мы тогда может чуть-чуть это туда заберемся друзья таем форман показываю только с одной стороны айдь чуть-чуть не сломал друзья головой въехал в этот вот вы представляете если бы я сейчас ее сломал ну вот я же говорю меня нельзя в гараже пускать ведь какая конструкция то есть получается две балки и вот это все тросиками так вот расчалена конечно сопротивление когда это летит от тросиков довольно таки ощутимое должно быть но низкоскоростной да поэтому не считается вот как грамотно сделан выхлоп просто асбестовая штука которая буру пукает вниз какой винт медная оковка ну и винт такой видимо старинной конфигурации чертежи бры были очень красиво сделано вот и лайкоменчик конечно вот этот лайкоминг это наверное можно сказать то что вдыхает жизнь в этот летательный аппарат то что я сейчас прошу какой же был у него оригинальный мотор сколько мощности но писаете с таким лайкомингом это должно уже истребителем быть они бак как водится совершенно потрясающей формы каплевидный кондону два конуса до логично но не сказать что он идеально обтекаемый но вполне висит конечно двигателем это если вдруг в представитель пел и дальше заливает даже страшно подумать об этом но я думаю что самая простая конструкция когда топливо самотеком идет двигатель никаких насосов итак друзья вид форма на сзади новый ракурс у нас я дошел сюда ничего не разломав и и обнаружил здесь что есть еще стабилизатор сзади ну то есть можно сказать что два стабилизатор вот один и вот второй в чем сложность летательного аппарата у которого стабилизатор находится впереди дело в том что при увеличении в таком такой конфигурации переднее горизонтальное оперение вырабатывает подъемную силу направленную вверх ну чтобы компенсировать пикирующий момент который все время есть у самолет пытается всегда опустить нос то есть если моего планера на котором я летаю обычно отломать стабилизатор то будет и вниз плюс такой конструкции что и крыло вырабатывает подъемную силу и стабилизатор вырабатывает подъемную силу и ничего не теряется собственно по такой схеме был сделан самолет братьев райд минус такой конструкции тоже очевиден в том что если летательный аппарат вылетает восходящий поток на крылья увеличивается подъемная сила и она же увеличивается в этом случае впереди на стабилизаторе и самолету задирает нос вошли восходящий поток и так возрос угол атаки на крыле то есть его хорошо бы уменьшить а ну вот как бы самая динамика летательного аппарата только задирает нос поэтому пилоту пилот получается работает постоянно должен работать против то есть самолет и не имеет устойчивость в этом случае именно поэтому в основном все самолеты современные имеют стабилизатор сзади и такой стабилизатор вырабатывает отрицательную подъемную силу то есть во время полета он должен создавать подъемную силу направленную вниз чтобы компенсировать вот этот вот пикирующий момент общий но здесь как бы все и в этом случае если мы например в как бы вылетаем восходящий поток угол атаки у стабилизатора уменьшается он давит вниз но попав восходящий поток давить вниз начинает меньше и летательный аппарат опускает нос то есть система устойчивая влетели восходящий поток опустили нос уменьшили угол атаки ну и также с нисходящим здесь получается некий микс технологий эту динамику этой штуки даже я вам не расскажу но вот ее придумали она летает самое главное то есть как вы видите здесь профиле чик такой то есть судя по профилю этот штука тоже вырабатывает подъемную силу то есть подъемную силу вырабатывает и хвост и крыло и передняя горизонтальное оперение то есть очень даже надо будет почитать про все это больше но рули направления классические то есть вот они там вас две шайбы тросиков здесь тросики коня а здесь уже не тросики здесь уже такая проволока стальная растяжки такие сделаны но управление естественно тросиками вот тросик который приходит к тяге как это все красиво титанический конечно труд я преклоняюсь перед мастерством а вы говорите самолет нельзя построить вот ярчайший пример когда мечта становится реальностью на же канал мечта летать вот люди мечтают летать и сделали это уже кольцо вот тот самый небольшой новодел который мы не модификация ну просто потому что действительно по аэродрому рулить удобно с колесом раньше же не было аэродромов твердым покрытием были грунтовый только поэтому костыля хватало вот здесь уже колесо ну что друзья как делаем ставки смогу вылезти из-под самолета не поломав его окончательно сейчас еще чуть не снес еще раз стойку ну просто реально тут очень много вот этих растяжек я уже дошел почти до конца тянута чем-то таким интересно сейчас хорошо видно конструкция зависающего элерона видите элерон просто висит то есть его ничто ну есть там какая-то проволочка что же запор как-то эта проволочка соединяет верхний элерон и нижний вот а привод получается только в одну сторону то есть за счет набегающего потока элерон отклоняет назад и натягиваются тросики не дальше этими тросиками как вы видели сверху можно управлять как выглядит тележка колеса даже не знаю чего эти колеса такие очень тоже красивые а он летает вот интересно длина крыльей почти такая же самая как длина длина это считается 12 метров это десять с половиной размаха так почти почти а скорости отрывается где-то на 60 летчик скажет и набор набор где-то на 70 так они может почти с жогасом дали сайт да а родной же двигатель получается значительно менее мощный был да родной двигатель это был ротативный который нам какой-нибудь да гноме и он там на двигателе прикреплен винт и он вместе с винтом все крутило а и цилинды крутились вместе с ого и потому что там газа как такого не было то есть потому что включил и забыл идешь на посадку выключил немножко опять включил дух дрым 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 там запах очень хороший кастровый смазка там было с ретиной кастровое масло кастровое масло точно в модельной лаборатории да 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 такой же самый за блинами представляешь Игорь циалон эмолит эмолит и этот запах это почти моя мечта мечта наркомана вот эти крылья типа когда ну покрывали там наверху было ну небольшое помещение так как полностью покрываешь то уже хочется петь как только кто-нибудь заходит закрывает дверь кайф выходит а слушайте давайте пилота испытателя в студии друзья я человек независливый мне многие на канале пишут волков мы тебе завидуем белой завистью я завидую белой завистью этому человеку потому что он летал на фармане а я нет расскажи пожалуйста потому что ну надо было кому-нибудь его испытать но отец там пробовал тоже первые все прыжки сделал и как ну у меня конечно и лицензия есть и все ну и так как-то как-то поговорили что я буду его тогда испытывать ну и полетел подчет АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...